Очередь из поклонников наверняка сегодня будет у столичного центра имени Мейрхольда. Чулпан Хаматова выйдет на сцену в роли Бедной Лизы. Правда, за весь спектакль она не произнесет ни слова. Чувства к избраннику она станцует. Для выражения любви счастливой и любви несчастной выбраны сильные хореографические средства. В этом убедился наш корреспондент Александр Лукьяненко. Классика русской литературы. Сентиментальная повесть Бедной Лизы становится смелым театральным экспериментом. То ли балетом, то ли оперой, то ли драматическим спектаклем. Пасторальные сцены из Карамзинской повести эволюционировали в полупустой зал кинотеатра на последнем сеансе. Лиза и Раст стали нашими современниками, мечущимися в лабиринте стульев под звуки оперы Леонида Десятникова «Бедная Лиза». Он написал ее еще 30 лет назад, будучи студентом. Но юношеское произведение не потеряло своей актуальности и обаяния даже спустя десятилетия. У нас просто спектаклей, лежащих на этой территории, этого жанра практически нет. Поэтому люди не знают, как назвать, куда отнести спектакль, который мы сделали. Но это театр движения. Подобных спектаклей театра движения в чистом виде, в исполнении российских актеров, на российской сцене, отечественный зритель, пожалуй, еще не видел. В этой постановке провокационным оказывается практически все. Ощущение, что ты берешь ладонь и с размаху, прям сразу же, с первой же секунды в зрительный зал задаешь пощучину. И, конечно, страшно, очень страшно. И хочется извиниться, извиниться я не хотела, я буду скромнее. Но на самом деле это стиль спектакля такой. Лиза Чулпан-Хаматова, эраст-солист Большого театра Андрей Меркурьев. Даже в подборе исполнителей чувствуется эксперимент. Балет и драматический театр достаточно редко встречаются на одной сцене и в одном спектакле. Все-таки артисты, которые работают на большой площадке, на большой сцене, где ярусы, балконы, это требует, так сказать, больше выразительности, что ли, даже тот же грим, он более уже насыщен. Ведь в этом спектакле я выхожу совсем без грима. От идеи до воплощения всего пара месяцев. За несколько часов до спектакля последняя репетиция и последние указания. Как по-новому должна зазвучать русская классика. Александр Лукьяненко, Михаил Симаков, Иван Королёв. Первый канал. Москва.